Всем привет! Меня зовут Анатолий и добро пожаловать на канал Ящик с инструментом. Сегодня мы продолжаем сравнивать и тестировать разнообразные наборы отверток. Если вспомнить первый цикл наших серий про эти отвертки, то мы сравнивали дорогую отвертку от Fellow Smart. Набор, по-моему, стоит порядка 6 тысяч рублей. И то, что я купил в Leroy Merlin, примерно то же самое за 300 рублей. И многие бомбили в том ролике, зачем вообще набор за 6 тысяч рублей, если даже отвертка не реверсивная. В этом плане я с вами соглашусь, и у нас была там затравочка про три отверточки, которые мы хотим сегодня протестировать. И они у нас как раз реверсивные. Сегодня все то же самое, от дешевого до дорогого. Небольшие размышления по брендам. Сегодня у нас будет дорогая отвертка от Milwaukee, далее идет середнячок WorkPro и Dishman у нас будет Sturm. Все отвертки примерно одинаковые. По брендам, что я думаю, опять же, если я в чем-то не прав, пишите в комментарии. Но если бы кому-то из вас подарили бы отвертку реверсивную от Milwaukee, мне кажется, большинство из вас сказали бы, что это офигенный подарок, спасибо вам большое. Если бы кому-то из вас подарили бы отвертку Sturm, мне кажется, многие из вас сказали бы, какого хрена и вообще за что. Потому что репутация у Sturm такая, что это кусок говна и, скорее всего, в ближайшее время развалится. Если мы берем репутацию Milwaukee, то многие, наверное, скажут, что это офигенный американский бренд. По поводу WorkPro, что вы об этом думаете, пишите в комментарии. Опять же, согласны вы с моим мнением, не согласны. Но по WorkPro я затрудняюсь сказать, что о нем думают люди. Теперь по поводу моих мыслей на начальном этапе, что я думаю об этих брендах. У нас нет никаких предпочтений. Красный, зеленый, синий, желтый и тому подобное. Мы просто берем инструмент, тестируем, и после этого появляются какие-то цифры. И можно сравнить от дешевого, точнее не дешевого, а от лучшего к худшему. Если взять Milwaukee. Из Milwaukee мы тестировали клещи электрика. Вот здесь находятся все клещи электрика, которые мы только смогли найти, протестировали от лучшего к худшему. Если вы посмотрите вниз, то вы увидите здесь Milwaukee. Потому как он до 4 квадрат даже не дожил. На мой взгляд, кусок говна. Если мы берем далее бокорезы, от лучшего к худшему. Вот сюда, если вы посмотрите вниз, вы увидите здесь со сломанной губкой WorkPro. Поэтому, на мой взгляд, репутация на данном этапе у меня для этих инструментов какая? Что все три кусок говна, который скорее всего до конца тестов не доживет. А как оно будет выглядеть, сейчас узнаю. Теперь давайте поближе к испытуемым. И опыт предыдущего обзора я уяснил. В общем, постараюсь сегодня сделать все быстрее. Быстрее, чем полчаса. А вы уж потом в комментариях напишите, получилось у нас, либо не получилось. Либо лучше, как обычно, все подробно. В общем, вот они три отвертки. Если посмотреть внешне, то кажется, это все одно и то же. Как я их покупал? Первым делом я нашел Milwaukee. Она стоила на все инструменты 1600. Далее увидел за 700 рублей штурм. А уже последним на Алиэкспресс мы заказали WorkPro. Обошелся он в 900 рублей. Опять же, изначально казалось, что Milwaukee и WorkPro это одно и то же. Просто, грубо говоря, WorkPro делает для Milwaukee отвертки. Но по факту все три отвертки разные. Теперь поближе к самим отверткам. Желтым, красным, красным пластик. Черным, черным, синим. Обрезиненная часть спереди. Все это черным тоже пластик. Если мы перевернем отвертки, то увидим здесь места для хранения бит. Штурм. Шесть отверстий. Хранятся двухсторонние биты. Шесть умножить на два. Двенадцать разных наконечников. Крепятся эти биты там таким образом. Отверстия тока-тока. Под биты, соответственно, держатся они, грубо говоря, силой трения. Соответственно, если сильно прям постараться, биты можно оттуда вывалить в помещениях с вибрацией. Опять же, если вы ездите на машинах, положили ее как-то не так. Потерять биты с одной стороны можно. Опять же, со временем эти отверстия могут стать больше. То есть, поджимающего механизма внутри я никакого не нашел. При этом, за счет такой компоновки, отвертка особо не хрустит в руках. И создается впечатление более-менее монолитной конструкции. Если мы берем WorkPro, все то же самое. Шесть отверстий сзади. Двухсторонние биты. Шесть на два. Двенадцать разнообразных наконечников. Момент хранения, того, как они там держатся, немного отличается. Если здесь отверстие тока-тока, тут есть типа шарика, как, грубо говоря, в битодержателях. За счет этого шарика каждая бита поджимается. Опять же, держится чуть лучше, чем, грубо говоря, в штурме. И на будущее, на мой взгляд, такое, грубо говоря, хранение гораздо интереснее. Но если прям постараться, опять же, они оттуда могут тоже вывалиться. Если мы берем Milwaukee, у него то же самое. Шесть отверстий, биты, односторонние. На мой взгляд, односторонние биты гораздо лучше. В прошлый раз у нас был обзор Felo. Felo обосралось именно за счет того, что в битодержателе были двухсторонние биты. Двухсторонние больше люфтят, чем односторонние. Здесь шесть бит сзади, и одна бита еще идет сразу же в битодержатель. Способ хранения бит, опять же, поддерживание, такой же, как и в WorkPro. Но за счет того, что биты односторонние, и у них есть, грубо говоря, здесь выемка, вот этот шарик западает именно в эту выемку, и биты здесь держатся вообще прям идеально. Ты даже, если захочешь, особо их оттуда не вытащишь. И, на мой взгляд, система хранения продумана гораздо больше в Milwaukee. Но, когда ты начинаешь трясти эти отвертки, самая лучшая, штурм, дальше идет WorkPro, а Milwaukee создает... Короче, звук отключил, немного отвлекли. Смотрите, она больше всех хрустит. При этом, когда ты что-то закручиваешь, создается эффект погремушки. В сравнении даже с тем же самым штурмом, кажется, что отвертка полнейший дешман. Опять же, стоит она совершенно недешево. Но, мне кажется, если что-то мягкое туда бы подложили, то было бы, на мой взгляд, интереснее. Далее, по самим рукоятям. Если взять стандартные отвертки, то, посмотрев на эти отвертки, понимаю, что пропорции соблюдены. Если держишь ее голыми руками, то вот эти ребра, которые здесь есть, они реально чувствуются. И в некоторые моменты, опять же, если у вас рука нежная, то вы прям будете чувствовать, как они вырезаются. Но, по факту, одеваем перчатки, и разницы вообще никакой нет. Что дешевая отвертка, что другая, в руке лежат идеально. Мне, честно, понравилось. Далее идет механизм трещотки. Если мы возьмем штурм. Здесь есть вперед-назад и, грубо говоря, фиксация. При этом, нет никаких рисок, и ты ни хрена не поймешь, где у тебя какое положение. При этом, если мы возьмем трещотку, сейчас услышите, надеюсь, слышно, трещотка прям мягенькая, зубчиков очень много. Если мы берем WorkPro, здесь сделано поинтереснее, все-таки есть вот эта риска, ее можно считать, грубо говоря, началом отсчета. Вот среднее положение, туда-сюда-обратно. По звуку зубчиков то же самое, что и в штурме, очень прям, грубо говоря, мелкие зубцы. Если взять мелоки, здесь, на мой взгляд, лучше всех есть прям указатель, и ты реально понимаешь, в каком положении у тебя находится отвертка. Если мы берем по трещотке, то зубчики здесь больше, чем у того же WorkPro и штурма. При этом, опять же, честно, я не знаю, есть ли большая разница, если это были бы какие-нибудь ключи, то там реально важно, насколько вы, грубо говоря, повернете ключ. В отвертках, мне кажется, вообще без разницы, насколько, грубо говоря, у тебя мелкий зуб. Главное, чтобы этот зуб держал. Опять же, в тестах мы сейчас проверим, выдержит отвертка, не выдержит, если мы попробуем закрутить саморез. Друзья, сегодня хочу вам рассказать об одном очень крупном интернет-магазине, который занимается продажей автозапчастей, а именно, yulsan.ru. В мобильном приложении, либо же на сайте, вы можете найти кучу разнообразных запчастей по очень-очень низким ценам. При этом, если вы введете промокод UL2020, вы получите скидку 5%. Компания работает практически в каждом крупном городе России. Удобный сайт. Есть приложение, как на Android, так и на iPhone. За каждую покупку начисляется кэшбэк. Также, через yulsan вы сможете продать свой автомобиль, либо же лишние запчасти. Кстати, компания себя активно расширяет. Если в вашем городе, либо же поселке, население от 5000 человек, и при этом нет yulsan, то вы сможете открыть его по франшизе и зарабатывать. Все ссылки на промокод, а также сайт, находятся в описании. Спускаемся ниже. В общем, у Miloki здесь еще есть дополнительная функция. Можно гнуть колечки. Нужно это оно, не нужно? Пишите в комментариях. На мой взгляд, это бестолковая, нафиг не нужная функция. На просторах интернета также видел в YouTube ролик. У чувака еще здесь был стрипер. По-моему, тоже бестолковая, нафиг не нужная фигня. Далее, здесь у нас металл, битодержатель держится чисто на магните. Никаких шариков, ничего вообще нет. Чисто на магните. При этом, мы до этого делали тесты большие по отверткам аккумуляторным. К примеру, Vihra Zuhaus. Если сравнивать магниты, здесь магнит вообще полное говно по сравнению с Miloki. Почему сюда нельзя было поставить такой же магнит, не понимаю. Но магнит, на мой взгляд, достаточно неплохой. Отвертка реально держится. Если мы попробуем все то же самое с Vihra Zuhaus, она вообще никак держаться не будет. Далее идет штурм. Здесь у нас металлическая часть. Биты держатся за счет того, что здесь есть шарик. Вот он шарик. И пробегаем дальше. Дальше, ну, что-то может типа магнита там встроено. Но держится достаточно неплохо. Ну, неплохой вариант. Ворк ПРО. На мой взгляд, самый лучший вариант это Ворк ПРО. Смотрите, в чем прикол. Быстрый зажим, но при этом вытащить вы ее оттуда никак не сможете. Держаться она там будет идеально. Просто отжимаете вот это сильное синее колечко и вытаскиваете. Просто идеал. Внутри находятся два шарика, которые поджимают любую биту. Одностороннюю, двухстороннюю и тому подобное. Короче, вместо вот этой херни лучше бы мелойки добавили вот эту. И было бы вообще просто офигенно. Следующее, что я хочу затестить, это у нас будут люфты. Короче, сейчас визуально увидите, что и как люфтит. Опять же, люфты в битодержателе и люфты самих отверток. Начнем проверять люфт со штурма. Если мы возьмем чисто битодержатель, то он люфтит порядка 2-3 мм, не больше. Если проверяем полный люфт, то и битодержатель сам люфтит. И люфт порядка, наверное, чуть больше клеточки. Надеюсь, вам видно. Следующей отверткой будет у нас WorkPro. Если проверить сам битодержатель, то в нем люфтит гораздо меньше, чем у штурма. И этот люфт порядка, наверное, 1 мм, не больше. Если мы уже начинаем смотреть полный люфт. Надеюсь, вам видно, это около клеточки. То есть, около клетки люфтит вместе с битодержателем. Люфт в миловойке. Если проверяем саму биту, то сопоставим с WorkPro порядка 1 мм. Если начинаем проверять люфт полный. Надеюсь, вам видно, вот в этом месте уже полностью все люфтит. И это больше, чем у WorkPro. Это больше уже клетки. Следующий тест. Милоки. Вообще ничего не прилипает. WorkPro. Штурм. Прилипает, но, блин, вообще тока-тока. WorkPro. Сильно магнитится это так себе, а это не магнитится вообще. В прошлый раз мы делали тест в FELLO. Там вообще ничего не магнитилось. И опять же, производитель говорит, что немецкие биты отличаются от китайских тем, что они не намагничиваются. Здесь, может, они также. Американские биты отличаются от китайских тем, что они не намагничиваются. Были комментарии, типа, намагнитить, размагнитить можно быстро, это не проблема. В принципе, согласен. Многие говорили, что на магнитные биты много говна прилипает. Опять же, с этим не соглашусь. Что вы об этом думаете, пишите в комментариях. Следующий тест отголоски прошлого ролика. Смотрите, у нас есть FELLO Smart. Немецкое жало. Двадцатка. Торкс. Саморез. Бита не магнитная. Саморез не падает. Потому что шлиц сделан идеально. И когда ты начинаешь что-то закручивать, ну, нормально, люфт маленький, я могу это сделать вручную. Да, мы в прошлый раз поняли, что биты из фигового металла, ну, выточены изначально офигенно. Здесь, вроде как, американские биты должны быть, здесь китайские. Давайте попробуем. WorkPro. Бита не сваливается за счет того, что она магнитная. Когда мы пытаемся начать закручивать, надеюсь, видите, да, качество этой биты. Она выточена китайскими кривыми руками. И ты, грубо говоря, раньше куда-нибудь воткнешь себе эту отвертку, чем что-то наживишь. Если мы возьмем тоже китайские биты от штурма. Здесь, знаете, вот про штурм, ну, сложно говорить. Ты покупаешь отвертку за 700 рублей и, опять же, чего-то прям сверхъестественного не ожидаешь. И, опять же, ничего не произошло. Все то же самое, полное говно. Но, если мы берем американские биты, не магнитные, оно здесь вообще никак не держится. И качество биты то же самое. То есть, выточено такими же китайскими кривыми руками. Чтобы проверить по качеству биты, насколько они хороши и плохи, сделаем, как в прошлый раз. Возьмем шуруповерт, в этот раз менее мощный. Зарядим туда эти биты и посмотрим, насколько их хватит. При этом, если берем WorkPro и штурм, здесь биты обычные для отвертки. В милойке написано, что их можно использовать для шуруповерта. Давайте посмотрим. В общем, взяли мы шурик побольше и попробуем закрутить саморезы PH2, бита PH2. Бита штурм. Попытаясь показать фотографию, мы сточили полностью саморез. Следующая бита у нас WorkPro. Здесь намного лучше. Сломали саморез и, грубо говоря, его заточили. Бита Milwaukee. Ну, что-то среднее между первым и вторым. Заточили саморез. Давайте теперь посмотрим вблизи. Миллоки. Матовый у нас WorkPro и блестящий штурм. Если посмотреть на шлицы, я еще покажу вам это все в фотографиях. Особой прям разницы нет. В сравнении с тем, что мы делали то же самое в прошлый раз в Felo. Надеюсь, разница видна. Здесь полностью все стесало. Здесь самый большой урон, наверное, у штурма. Но не сравним с Felo. Заметил интересную такую особенность. У штурма и, например, WorkPro очень много разнообразных бит. 12 штук против 7 у Миллоки. Но позидрива нет. Есть куча разнообразных шестигранников, квадраты, торксы. А позидрива нет. Но позидрив есть у нас у Миллоки. Давайте попробуем. ПЗ-2, саморез по дереву. Давайте еще один. Ну и напоследок чисто, чтобы прокрутить. Давайте посмотрим теперь. Миллоки и позидрив. Ну что, ущерб, на мой взгляд, минимальный. Есть стесы, но они маленькие. Ну и для чистоты эксперимента давайте попробуем 10 саморезов закрутить, так как в прошлый раз Felo закрутило 10. Посмотрим, что будет после 10 саморезов. Сломали саморез. Это чтобы было видно, что я все-таки давлю. Следующим у нас будет штурм. Все те же самые 10 саморезов. Сломали. Опять сломали. Опять сломали. Сбился уже со счета, сколько у нас тут саморезов. Давайте еще один и думаю, хватит. Следующий WorkPro. Все то же самое. Давим. Прямо специально прокручиваю. Можно было трещотку поставить. А теперь давайте еще раз посмотрим. В общем, вот так биты выглядят после 10 саморезов. Вот так выглядят биты Felo после 10 саморезов. На мой взгляд, расточено все через одно место китайское, но биты неплохого качества. Небольшой тест трещотки. Три самореза примерно одинаково закручены. Сейчас по очереди начнем закручивать саморез и, грубо говоря, попытаемся по максимуму. Сломается трещотка, не сломается. Проверим. Теперь двумя руками. Даже одной. На мой взгляд, держит. Аж саморез сломали. Следующим у нас будет WorkPro. Погнали. Все то же самое. Пальцем постоянно задеваешь фиксатор. Это, опять же, из-за того, что я криво держу и шлиц фиговый. Из-за этого твердка вылетает. Пытаемся докрутить. Биты целые. Саморез провернула. Последним у нас будет Milwaukee. Сразу же сломали саморез. Ладно, давайте еще один попробуем. Погнали еще разок. Опять же, тоже бывает, задеваешь этот регулятор. Сломали саморез. Все целое. В общем, сегодня я подустал. Надеюсь, то, что вы увидели, вам понравилось. И мы затеяли это все не зря. Опять же, предыдущее видео показало, что данные форматы нравятся вам. Вы очень много ставите лайков. Опять же, не забывайте ставить лайки, потому что так мы понимаем, что вам интересно. В следующий раз для тех, кому интересно, будут три отвертки Xiaomi. Как просили, так и будет. Теперь по поводу итога. Опять же, что вы об этом думаете, пишите в комментариях. Что из отверток вам понравилось. Мне будет интересно. Опять же, совпало мое мнение, не совпало. Но, как мне кажется, большинству из вас понравится именно вариант с Miloki. Потому что это все-таки более-менее какой-то известный бренд. И опять же, такую отвертку будет получить по приколу. Если вам подарят штурм, мне кажется, ничего не поменяется. Вам будет не особо прям весело. Если брать все эти три отвертки, то, на мой взгляд, одно и то же. Особой разницы я, грубо говоря, в том, как они сделаны, не заметил. Но, в мелочах, если бы я выбирал из этих трех, я выбрал бы себе WorkPro. Именно за счет крепления биты. Короче, в мелочах, на мой взгляд, WorkPro интересней. А как вы думаете, пишите в комментарии. На этом у нас сегодня все. Кому понравилось, ставьте лайк, делайте репосты. Ну и до новых встреч.